Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. В студии Лиза Калинина. Программа «Лучшее в стране». И сегодня у нас очень интересный повод. Дело в том, что 18 августа состоится финал мото-гонок. Этап чемпионата России на Moscow Raceway. И в гостях у нас сегодня райдер, любитель экстремальных видов спорта Игорь Зубков. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Мы еще не сказали, что вы призер многих соревнований. У вас и своя команда, которая называется RaceMotoshop. Да, все верно. Мы об этом поговорим. Игорь, я, конечно же, обыватель. Я общалась с вашими коллегами. Все это очень интересно, но со стороны. Не имея опыта вождения, так несколько раз я, конечно, восхищалась, держась за красивого парня сзади. Ну и вот, собственно, и все. Вот что сейчас... Какая ситуация состоит у нас с мотоспортом в стране? Ну, на самом деле, я в мотоспорте, именно в шоссейных колесовых мотогонках относительно недавно. То есть у меня это полноценный второй сезон. Могу сказать лишь то, что спасибо огромным организаторам, которые прикладывают максимум усилий к тому, что они развивают это движение. И с каждым годом в чемпионат РСБК приходит все больше и больше новых пилотов. И, собственно, борьба становится интересней. Но в целом, конечно, хотелось бы немножко больше, чтобы, может быть, где-то там наверху правительство нас услышало и немножко больше осветило вот эту историю с нашими гонками. Потому что, конечно же, не хватает. То есть московские этапы проходят достаточно круто, много народу, много зрителей. Да, очень феерично. Но когда мы уезжаем немножко дальше от Москвы, конечно, там уже народу поменьше. И хотелось бы немножко, конечно, освещаемость с точки зрения, если правительство как-то может нам помочь, мы были бы очень благодарны. Ну, во-первых, вид спорта дорогой, дорогостоящий, опасный. На 300 процентов. Да? Да. Все верно, говорю. Абсолютно. Мне страшно до сих пор ездить на мотоцикле. Серьезно? Абсолютно. Ну, это же... Что ж, что ж, что ж. Ну, мне кажется, любой... Ну, потому что, когда ты едешь на мотоцикле 200 плюс километров в час, да, то тут уже, ну, надо быть, наверное, абсолютно бесстрашным человеком, чтобы ничего не бояться. Потому что, мне кажется, даже топовые мировые райдеры, выходя вновь и вновь на стартовую решетку, на очередную гонку, все равно испытывают чувство страха. Потому что это твоя жизнь, и она, собственно, зависит вот между тобой и мотоциклом. Это точно. Вот сейчас какие-то подготовительные этапы для людей, которые только начинают. Вот эта система сама развита? Обучение, передача опыта, наставление, вот такой, ну, именно, как бы, тренер, ученик. Да, на самом деле, да, с каждым годом все больше и больше появляется новых мотошкол. Есть частные тренеры, есть большие команды, где есть секция прям мотошкола, где они выезжают на трек, специализированные, предоставляют мотоцикл, предоставляют защиту тренера. И тебя сначала дают теорию, потом дают практику, выкатывают на треки, показывают, как правильно нужно ездить, как там себя вести в той или иной ситуации. То есть с каждым годом все больше и больше, потому что раньше, мне кажется, такого не было. То есть оно было, но было немножко меньше, чем сейчас. Вот, поэтому, в принципе, любой желающий, у кого есть возможность, желание и финансы заняться этим видом спорта, вполне это абсолютно реально. У вас какой опыт? Сколько, получается, вы уже в секретаре? Ну, если говорить о шоссейно-кольцевых мото-гонках, то у меня третий год сейчас идет. Вот, если я в мотоспорте в целом, то я там практически с детства занимался мотокроссом до 15 лет, вот, потом закончил в силу того, что мне нужно было выбирать между учебой и карьерой спортсмена. Выбрал учебу, не пожалел, честно скажу. Я не пожалел, но хорошо. Вот, и потом какое-то время увлекался немножко автоспортом, а потом сейчас вот опять вернулся в мотоспорт. Ну, уже так лет 9 сейчас, так плотно. Ну, да, полноценно, да, тренируемся, стараемся даже зимой выезжать на европейские треки, потому что, к сожалению, наша погода не всегда нам позволяет тренироваться внутри нашей страны, да. Вот, но тренируемся, стараемся достичь определенных результатов. Мы совсем скоро вернемся. Дорогие друзья, вы можете задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте, страна FM, есть пост. И вот сапвайбер 909-928-1-89-9, говорим сегодня о мотоспорте, чем он живет, какие обстоятельства в нашей стране. В общем, все подробности узнаем. Мы продолжаем. Лучшая в стране Лиза Калинина в студии. В гостях у меня сегодня райдер, любитель экстремальных видов спорта Игорь Зубков. Почему любитель? Вы профессионал уже. Ну, я, да. Ну, нет, я считаю, профессионал все-таки это человек, который всецело полностью отдается этому спорту, да, и не просто там, как мы 5 месяцев в году тратим на езду на мотоцикле, а который полноценно ездит там весь год, полностью профессионально к этому готовится, тренируется как физически, так и морально. Ну, понятно. То есть это все-таки профессионализм, это все-таки, мне кажется, следующее выступление. Мы еще любители. Как, я так понимаю, что сейчас спортсмены совмещают свой вот любительский мотоспорт с какими-то другими профессиями, например? Ну, конечно, работай, например. Ну, работай, да. Как выстроен этот процесс тренировок? Как часто? Ну... В какие сезоны? Тут вот этот вопрос хороший, потому что, опять же, да, повторюсь, в силу нашей погоды, да, у нас всего сезон длится, я вот уже говорил, это 5 месяцев, да. Соответственно, у нас есть два трека в Москве, да, это Moscow Raceway и Адема Мечкова. Правда, Мечкова пока еще не получила лицензию, мы очень ждем, что она получит, чтобы был допуск для мотоциклистов, пока там могут ездить только автомобилисты. Вот, соответственно, есть еще у нас тренировки на картодромах, где мы на таких маленьких мотоцикликах под названием Mini GP катаемся по картодронам и отрабатываем именно технику прохождения поворотов, свешивания, баланса на мотоцикле и всего остального. Вот, ну и вы, собственно, на большие треки, где мы уже непосредственно оттачиваем свое мастерство, получаем определенный накат на этом треке и тренируем себя к следующим этапам нашего добросового чемпионата. Друзья, наш WhatsApp Viber 909-928-1-89-9, очень много сообщений нам приходит, Игорь. Ну, в частности, конечно, обыватели интересуют отношения к тем мотоциклистам, которые гоняют у нас на дорогах. Но это совсем не спортсмены, это просто люди, имеющие права вождения... Да, категорию А. Да, мотоциклов. Ну, на самом деле, у меня немножко расхожее мнение, наверное, для многих слушателей сейчас будет. Я абсолютно пока против езды в городе. Ух ты! Да, потому что есть одна очень простая истина. Пока в нашей стране не будет уважения между автомобилистом и автомобилистом, мы не можем говорить об уважении автомобилиста с мотоциклистом. Потому что всегда будут спорные моменты, что мотоциклист будет считать, что он прав, а автомобилист будет считать, что он прав. И, к великому сожалению, в нашей стране еще нет этого уважения. Вот когда оно появится, тогда, может быть, я поменяю свое мнение, Но опять же, я никому его не навязываю Это сугубо моя история Профессиональный человек, он говорит Но правда, когда ты за рулем и слышишь, уже становится страшно И все, мне кажется, напрягаются А каково же им, мне всегда интересно Главное, что ты напрягаешься больше Потому что ты, когда едешь, у тебя такое чувство Тебя хотят все убить на дороге Поэтому ты в таком, как зомби-апокалипсис Пытаешься выжить в этом сумбуре Лавируя между машин, доехав из точки А в точку Б Но очень здорово, что ты так понимаешь Не все же так аккуратно водят мотоциклисты Тоже не из пустого места Я поэтому и говорю, что пока у нас нет Уважения между друг другом Даже самому к себе То мы не найдем Точку соприкосновения Где мы будем четко понимать Что сзади едет мотоциклист Он может объехать справа, объехать слева Прежде чем перестраиваться на машине Я помимо того, что в боковое зеркало смотрю Я еще смотрю в заднее зеркало Потому что в боковое не всегда видно мотоциклист Который едет между рядами А в заднее зеркало, как правило Его видно Это иногда очень помогает Нам надо эту хорошую мысль обдумать Мы скоро вернемся У нас рекламная пауза В лучшей стороне Друзья, мы сегодня говорим о мотоспорте У нас в гостях сегодня Райдер Игорь Зубков Игорь, скажи, пожалуйста О девочке мотоциклистки Частая история? Ну, на самом деле, да У нас даже есть отдельный в чемпионате Есть отдельный класс Класс вумен Где ездят девочки Пилотессы С каждым годом На самом деле, в прошлом году Мне кажется, их было всего Две или три В этом году уже, наверное, человек шесть И с каждым годом, я смотрю Все больше и больше приходят девушек Пилотесс Абсолютно бесстрашные для меня Девушки Потому что мне самому страшно ездить А как они там ездят Я вообще с трудом пока понимаю Вот Но приходят, катаются Очень уверенно Даже иногда Дают фору Да, мужиков обгоняют То есть Все очень круто Как в крутых боевичках Они так и смотрят Да, да, да Такие прям Гоняют Тетки в кожаных комбезах Косичка такая Из-под шлема Разбивается на ветру Да, да, да Круто Слушай, ну а как ты оцениваешь девочек? У них как реакция? Все это Да нет, нет Это сложно оценить Ты понимаешь, сложно оценить Потому что Во-первых, многие Ну, во-первых Я еще не настолько профессионал Чтобы кого-то оценивать Да Но Вот Любительским взглядом Могу сказать Что все девчонки Абсолютно молодцы Они Очень Целеустремленные Очень Аккуратные Кстати говоря То есть В зависимости В отличии От мальчиков Которые ездят Да, на треке Они очень аккуратные Они меньше падают Они такие Вот очень такие Скрупулезно во всем разбираются Стараются Каждый поворот Там тренируют Вот не получилось Еще раз Еще раз Еще раз Мальчики у нас как Они там А, не получилось А, ну все Мотоцикл плохой Все плохое Я пошел Ну, то есть Они в этом смысле Более терпеливые, конечно Слушай, интересно, конечно Так что девчонкам привет Передаем А 18 августа Они тоже принимают Все будут 18 августа Это чемпионат России Мы напоминаем Да, это будет гранд-финал На трассе Москва В Рейсвей Там будет грандиозное шоу В виде гонок Плюс супер много мероприятий Будет происходить на парковках Классно Можно время провести Будет и мототреал И стандрайдинг И много разных развлечений С точки зрения Будет там Воркаут Еще Ну, то есть Миллион-миллион разных занятий Которые будут происходить Плюс Будет открытая экскурсия По падоку Для всех желающих То есть Проведут по всем командам По боксам Можно будет вблизи посмотреть Пофотографироваться Вот Ну и, конечно же Будут заезды Которые начнутся В 2 часа дня И супергонки Будут очень зрелищные Надеюсь, погода Погода будет классная Да, солнечная Так что приходите Обязательно будет очень круто Ты говоришь, что ты очень волнуешься Перед стартом Ну, вообще волнуешься Ну, мне кажется Это у абсолютно любого гонщика Ну, понятно, да Есть ли какие-то уже до себя Советы Напутствия Что угодно Чтобы как-то этот мандраж Ну, он же разный бывает Бывает излишний, чрезмерный Да, конечно Бывает, который нужен Это очень мешает даже иногда Вот Вот как с ним быть? Не знаю Я стараюсь Вот когда То есть Процедура происходит Следующим образом Мы выезжаем сначала На прогревочный круг Потом становимся Уже стрёмно Да Потом Потом Нас ставят Маншалы Согласно Квалификации Как мы все квалифицировались Вот И, собственно, перед тобой Вот начинается этот мандраж Потому что ты стоишь У тебя сверху светофор Красные огонечки И ты стоишь И думаешь Вот сейчас он Он сейчас погаснет И мне надо стартануть Когда же он погаснет Ну, а в среднем Где-то 3-5 секунд То есть никто не знает Когда Это такой Специально всё сделано И вот ты стоишь Там Держишь обороты И ждёшь Пока у тебя В напряжении Держишь сцепление И ждёшь Когда же он погаснет Вот когда он только гаснет Если ты всё сделал правильно Ты резко Уезжаешь вперёд Если ты там На первой позиции И уже Первый заряжаешь в поворот Вот тогда Весь мандраж уходит Вообще на задний план Потому что ты уже Понял, что Ты сделал уже 50% успеха Потому что ты Хорошо стартанул Первый заехал в поворот Сзади у тебя есть соперники Безусловно Дальше уже твоя работа С точки зрения Чтобы правильно Безошибочно Пройти всю трассу И финишировать И потом так быстро Думаешь Ох Да Ну на самом деле Быстро не быстро По-разному Потому что на разных треках Разное количество кругов Ты проезжаешь Но тем не менее Как бы Проезжаешь достаточно быстро Ой Класс Друзья Скоро вернёмся У нас вновь пауза небольшая Задавайте свои вопросы Группа ВКонтакте Страна.фм Ватсап.файбер 909-928-189 Я всё вижу Всё прочитаю Не переживайте Лучшие в стране На телерадиоканале Страна.фм Райдер Игорь Зубков В гостях у нас сегодня 18 августа Состоится финал Монтагона К чемпионату России На Москва Рейсвей Будет очень круто Мы можем приглашать всех Все Приходите Абсолютно все Да Мы будем рады вас видеть Мы постараемся Сделать для вас Действительно Крутое шоу Чтобы В следующем году Вы Ещё с большим желанием Энтузиазмом Пришли к нам на гонки Игорь Я хотела вообще Про твою команду Порасспрашивать Так Ну тут просто Серия вопросов Сейчас ещё одна Смска пришла Я не могу не задать Вопрос А есть ли у Игоря Женщина И как она относится Гонкам Женщина есть Относится Негативно Ну точнее как Негативно Она Боится Переживает Нет Сначала История была Очень интересная Потому что Я начал этим заниматься Абсолютно втихую Потому что Я знал Её негативное Отношение Вообще к мотоспорту Ну исходя из моих историй Из прошлого Там падений Переломов И всё остальное Ну и как бы Я просто решил Попробовать для себя Втихую поехать покататься Поехал с ребятами Втихую покатался Ну как обычно Меня зацепило И я потом сижу И думаю Слушай Чё же делать-то Ну я же понимаю Что если приду Сейчас скажу Всё Дверь Как это вещи собрал Дверь вот там Вот Но вроде как Не знаю Мы с ней сели И как бы Сказал Я говорю Слушай Это как бы спорт Это не Я не езжу в городе Это спорт Я просто хочу этим заниматься Потому что Ну это моя история Я этим занимался Там большую часть Своей жизни Сознательной Поэтому Хочу продолжать заниматься Ну как-то стиснул зубью Вроде как бы согласилась А сейчас Все цело со мной Везде ездят Поддерживают меня Я очень ей благодарен Спасибо тебе большое Вот вы только что Говорили о том Что в Европе Немного другая схема Вообще Что там даже Подростки Принимают участие В Германии Например В Европе Да Нет В Европе Вообще Совершенно всё по-другому Любая Любая страна Где климат Позволяет Кататься Ну возьмём Например Ту же Германию Да Или Испанию В Испании Вообще дети Начинают ездить Там на Вот мини-моту Там с трёх лет Вот я хотела спросить Вот смотри 14-15 лет Да Как можно вообще Отпустить своего Ребёнка То есть такая частая история Да И они Это мейнстрим такой 15-летние гоняют Нет На самом деле Мейнстрим Это когда ты своего сына Отдаёшь 3 года На мини-моты Он ещё Мне кажется Толком ходить-то не умеет Но при этом Он уже ездит на мотоцикле Вот это действительно Мейнстрим И если мы возьмём Всех Крутых топовых Мировых пилотов Да Серии Моза-Джи-Пи Да Это все Те уже Взрослые дяди Которых в детстве Там В 3-4 года Отдали Вот на мини-мота И они начали с этого Ну и всю жизнь Им посвятили Вот это Профессионалы Своего дела А у нас Поскольку К сожалению Климат не позволяет И нету таких возможностей Как в Европе Да Мы к сожалению Вот вынуждены Наслаждаться тем Что есть Это вот 5 месяцев в году Не так много треков Как хотелось бы И всё-таки Вот Несколько чемпионатов Которым мы принимаем участие У тебя есть команда Которая тоже 18-го числа Будет выступать Называется она RaceMotoshop Да У вас 2 человека 2 пилота Да У нас 2 пилота Ну 2 постоянных пилота Есть 2 понятия Да Это пилот команды И коммерческий пилот Коммерческие пилоты Это пилоты Которые присоединяются На этапы То есть они не постоянно В команде А я и мой друг Юра Краш Всем известный Юра Краш Да Тебе привет Мы с ним вдвоём Именно 2 пилота Именно команды RaceMotoshop Мы полностью Занимаемся Командой То есть Находим людей Кого мы везём На соревнования Механики Подготавливаем Профессионально Делаем стенки Для боксов Покупаем Разный зип Который нам нужен То есть полноценно Занимаемся Менеджментом команды Вот я об этом хотела сказать То есть мотоспорт Это не только сам спорт Это ещё очень много Вакуума Продюсирования Как бы мы сказали В нашем музыкальном эфире Не то что много Занимаемся Создавать воедино Но есть недочёты у нас Мы над ними работаем Стараемся Я считаю Что в этом сезоне Мы в принципе Откатываем Очень достойно По сравнению с другими командами А нужно себя держать Как-то в физической форме Конечно Упражнения Безусловно Ну в смысле стандартные У нас правда Это хромая тоже сторона Но вообще это нужно Ну обязательно Потому что Режим Без выносливости На мотоцикле Очень тяжело Потому что У тебя забиваются руки Тебе не хватает сил Доехать в гонку Когда ты начинаешь уставать Ты начинаешь делать ошибки Начинаешь делать ошибки Можешь упасть Поэтому конечно же Чем больше у тебя Физическая подготовка Чем лучше она Тем конечно Это тебе плюс только Безусловно То есть перед стартом Нужно высыпаться Сделать физику Мы это не делаем И каждый раз Себя ругаем Так нельзя делать Нужно высыпаться Делать физкультуру Всегда И спокойно приезжать на трек Мы этого не делаем Но все равно Пытаемся ехать Насколько я понимаю Вот вы в вашей команде То есть все понимаете Сами себя тренируете А вообще наставник нужен Человек который со стороны Будет себя курировать Ну на самом деле Это огромная работа То есть Я прекрасно понимаю Что если бы у меня Была возможность Иметь тренера с рядом Который бы Каждую минуту Мне рассказывал Показывал Это было бы конечно Наверное Для меня намного проще И эффективнее С точки зрения Достижения каких-то результатов Но тем не менее Наш чемпионат Это на самом деле Огромная большая семья Где ты ходишь После гонок По падокам Подходишь к быстрым пилотам Можешь у них Поспрашивать какие-то Вот эти секретики Которые там Он может тебе рассказать Да абсолютно То есть они Очень открыты И вообще Вот это вот Наша большая семья Которая ездит В РСБК Вот эта вот Мото-тусовка наша После гонок Она на самом деле Преврастает в такую Большую тусню Где все ходят Там по падокам Из команды в команду Там общаемся Курим кальяны Слушаем музыку То есть у нас Абсолютно такой Чил Начинается после гонок Потому что отдыхать нужно Потому что целый день Тренировок Это большое напряжение И стресс для организма Надо немножко отдыхать А вот этой конкуренции Такой жестко нет Между пилотами? Не, ну она есть Конечно Безусловно Жизнь она не перерастает? Да нет Я бы не сказал То есть все равно Даже супербыстрые пилоты Они прекрасно понимают Что он быстрее тебя И рассказав тебе Какой-то секрет Как правильно проходить Тот или иной поворот Он понимает, что ты его не нагонишь За счет этого секрета Да, да, да А потом это же интереснее Когда у тебя есть борьба Когда есть зрелище Ну какой даже интерес для пилота Который просто первый уехал вперед И один всю конку Первый едет Его даже догадать никто не может Ну как бы у него нет ни борьбы Ничего А так, когда все, грубо говоря Там едут рядом И есть огромная конкуренция И зрителям интересно смотреть Там обгоны, падения Там, я не знаю Выходы из поворота вместе Там, финиш Там, я не знаю На долю секунды Друг от друга Это же зрелище Ради этого люди приходят Поэтому Все делятся этим секретом И помогают друг другу Для того, чтобы Как бы Это зрелище было более Интересным для людей Ну да, ярким Конечно Может когда-нибудь Футбол перепрыгнем Да, конечно Мы в нашей стране Будем смотреть Я не знаю Может быть Кто знает Небольшая музыкальная пауза У нас Вот мы, кстати, можем Юре Твоему сокоманнику Песню посвятить Песню? Да Ну просто Просто я решила Я даже Ну давайте ему Борю Моисееву Голубая луна Можно? Лучшее в стране Продолжаем В студии Лиза Калинина Друзья 18 августа Состоится финал Мотогонок Чемпионата России На Москва Рейсвей У нас в гостях Сегодня райдер Любитель экстремальных видов спорта Игорь Зубков Игорь, а почему Любитель экстремальных видов спорта? Что еще? Чем ты увлекаешься? Или пока хватает? Все, что нестандартно А, даже так? То есть ты Не, ну На самом деле Все, наверное Очень банально Да, будет звучать То есть Я люблю Из водных видов Это джетский вейкбординг Очень хочу попробовать серф Еще просто не добрался Ну, очень хочу Вот Из зимних видов спортов Это сноуборд И снегоходы Вот Не прыгал Ну, точнее Хочу попробовать прыгнуть с парашюта Но пока еще мысль Что не раскроется Она сидит в голове Слушай, ну не хватает тебе Не хватает тебе этого адреналина Да Раньше еще занимался Даунхиллом на горных велосипедях Катался сейчас Немножко отошел от этого Вот Ну и, в принципе, наверное Наверное, все, да Ну, нормально Что, хватит Как раз Физическую форму Так и держишь Спрашивали, как Вот смотри Ты очень Вот сейчас тоже Мне вне эфира хвалил Вот этот вот этап Который у нас проходит В Москве И который будет 18 августа Мы, кстати, еще раз Всех приглашаем Потому что Приходите всем Будет просто тусовка Классная Даже если вы Реально Причем берите детей Жен Бабушек Дедушек Потому что То есть детям понравится Абсолютно Для детей будет Отдельное Развлечение Типа беговелов Для малышей И всего остального То есть, ну, реально Будет очень много Интересного Развлечения Для всех Поэтому берите всех Ну, желательно Собак не брать Потому что они могут Когда-нибудь убежать Понятно Ну, хотя можете С собаками приезжать Скажи, а вот Как взаимодействуют Байкеры Сери, которых На Воробьевых горах Тусуются Ну, например И вот вы Спортсмены Ну Как-то они вообще Это две разные Тусовки Или нет Два разных клана Для меня Как бы У меня нет такого Лично мое мнение У меня нет такого Разграничения Просто мне кажется Когда вот едут Два человека на мотике О, привет О, привет Все, они как будто Ну, нет На самом деле Есть это понятие Мотобратство То есть Любой человек На мотоцикле Мне кажется В Москве Когда у меня Была такая возможность Когда я продвигался На мотоцикле Я проезжаю Мимо любого байкера Там Машешь ему рукой Он тебе машет Всегда в ответ Это как бы нормальная история Ну, да, приятно Мотодвижение Да, это приятно Автомобилисты так не машут Автомобилисты так, да Другого не машут Потому что они там Могут тебе бибикнуть Только если Ну, да, да Вот С точки зрения Те, кто там на Воробьевых горах Нет, приезжают Смотрят, болеют Даже те, кто на Воробьевых Приезжают так же кататься На трекдни На Москову Рейсуэй Потому что Это доступно Потому что Еще раз повторюсь Адем Мечкова Пока для нас закрыт Но Вот Москова Рейсуэй Пока единственная Возможность Где ты можешь По факту Это две разные Ну Можно и так сказать Я как бы Мое мнение Что, да В принципе Не должно быть Не вот этой разницы Но кто-то Кто-то считает Что они разные Смотри 18-го числа Старт в 2 часа дня Да Там официальное Открытие мероприятия В 2 часа дня Приходить можно К двум Можно чуть-чуть пораньше Чтобы там Не дай бог Пробки или еще что-то Где-то Чтобы вы не задержались Вот И, собственно говоря Официальная термония Открытия соревнований Построение Всех пилотов С мотоциклами Перед зрителями Собственно Открытие И потом уже По расписанию Старт гона Каждых классов Поэтапно То есть каждый Гуськом друг за дружком Стартует У нас приходят вопросы Но мы, в принципе, уже ответили Кипят ли страсти Между пилотами Уф Какие Есть ли они Ну мы так поняли Что это так Кругом и рядом Вот реально Братья Когда все общаются На самом деле Вообще не такое Помогают друг другу Мы помогаем друг другу Мы всегда открыты Для помощи Любому пилоту Если нам придется Спросить вопрос какой-то Я не знаю Там помочь что-то То есть Очень часто приходят ребята Там у механика Спрашивают Как там Что починить Еще что-то То есть Ну нет таких секретов Каких-то Которые бы мы там Не рассказали бы другим Потому что все равно Как бы мы в одной тусовке Мы в одной тусовке Помогаем друг другу Поэтому мне кажется Это абсолютно нормальная история Мы должны помогать друг другу Мы все-таки в одной Этой истории все А слушай А вот из-за рубежа Приезжают посмотреть Как у нас все организовано Так оценить Или мы пока Раньше приезжали Сейчас Чего-то не приезжают Пока Не приезжают Пока нет Раньше приезжали У тебя есть варианты сейчас Ну или мысли поехать На международные соревнования Ну на международные соревнования Мысли поехать пока нету В силу того Что у меня нету Еще достаточного опыта Для именно мирового уровня Но Как зимние тренировки Поехать Да конечно Есть и мысли И желания Я надеюсь Будет возможность Поехать потренироваться Есть ли вообще В мотоспорте Такое понятие Как Ну возраст спортсмена То есть имеет ли значение Есть ли тут какой-то лимит Ну как знаешь Я уже как говорил до этого Что вот в Европе Например У них есть соревнования Там Джуниор Капы Да Где дети вообще ездят Молодежь Не молодежь Дети Им там 9 лет Дети Да 10 лет То есть они маленькие Вот У нас самые молодые пилоты Это по-моему Араев Артем Ему 14 лет Вот И Ну наверное да Он наверное самый молодой А потом вот именно до Есть это до Или такого нет Как бы Я вот сейчас Боюсь Сказать неправду Я не помню Надо посмотреть В регламенте нашего чемпионата Но вот я знаю Что вот Мараев Артем Он 14 Он как бы у нас Участвует Но там есть ограничения Что ты не можешь По-моему Ездить только Умеешь право Ездить только в одном классе В классе столько Столько Ну а старший Ну а старший уже имеется Здесь нет ограничений Нет Вот если ты хочешь Перейти в следующий класс Например Какой-нибудь там Суперспорт Или супербайк Вот там тогда Уже есть ограничения Только от 18 лет Ну потому что Там совершенно другие мотоциклы Там совершенно другие скорости Там все совершенно по-другому То есть там Намного все быстрее происходит А те которые взрослые Совсем там 50 и выше Нормально По-моему 65 ограничений Но тоже могу ошибаться Вот это мне нравится У нас есть У нас есть пилоты Которые Пилоты в возрасте И они я могу вам сказать Едут иногда Побыстрее молодых Да Дают жару Абсолютно Ну все друзья У нас минутка буквально остается Мы еще раз напоминаем Что 18 августа Состоится финал Матагона К чемпионата России На Moscow Raceway Да Приходите Старт в 2 часа дня Берите детей Собак Бабушек Дедушек Кошек Там я не знаю Все берите Мы уже хотим тебя поддержать Ты же у нас был на эфире Что должна сделать сторона АФМ Как мы тебя можем отметить Где увидеть Где встать Приходите Просто придите Тебя объявят Мы увидим Я вам больше скажу Я еще по совместительству ведущий На чемпионате России То есть мы тебя услышим Вы меня услышите Увидите в прямом эфире В трансляции Везде буду я Поэтому Вы меня точно увидите Спасибо огромное Друзья У нас Игорь Зубков Был в гостях Райдер Удачи тебе Спасибо большое Спасибо огромное